Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 116. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder. И давайте в этом уроке рассмотрим, что такое модерация, как назначать модераторов, то есть доверенных людей на вашем сайте, которые будут проверять и одобрять аккаунты новых пользователей. Итак, мы переходим в Community Builder, дальше мы переходим с вами в конфигурацию и вкладка «Модерация». Здесь, в принципе, также вы можете прочитать каждый пункт, за что отвечает, то есть здесь мы можем отключить какой-то из вариантов, то есть какие-то функции, чтобы модератор не мог выполнять. Но вот как стояло всё по умолчанию, я так, в принципе, всё и оставляю. Вот позволить модераторам редактировать профиль пользователей, то есть прям сам профиль стоит, нет, в принципе, здесь уже сами думайте. То есть не могут они редактировать, ваши доверенные люди, да, которые будут как бы вам помогать на сайте, то есть проверяя аккаунты пользователей. Здесь мы, в принципе, ничего не трогаем. Единственное, нам нужно уточнить вот уровень доступа для модератора. Здесь есть ссылка рядом, то есть здесь мы можем выбрать. Стоит «Special», в принципе, оставляем. Кликаем на ссылку и посмотрим в группу «Special», какие входят уровни. Вот у нас «Special» и входит «Автор», «Менеджер», «Суперьюзер». Давайте посмотрим, как назначить модератора на вашем сайте в Community Builder. Мы отсюда выходим, переходим в «Менеджер пользователей». Мы с вами создавали тестовых пользователей, то есть смотрите, вот «Суперьюзер» — это вы, то есть администратор, на этом сайте, значит, я. Я, правда, специально назвал логин «Модератор», то есть это тестовые пользователи, с которыми в этом уроке будем экспериментировать и смотреть, как доходят уведомления вообще. Посмотрим уведомления на почту. Соответственно, вот этот email — это модератор email, ему будут приходить тоже письма, что новый человек зарегистрировался и одобрил свой электронный ящик. Ну, соответственно, остальные тестовые, все пользователи. И перед тем, как начнем проверять, давайте перейдем в расширение «Менеджер модулей». Здесь есть полезный модуль, который пригодится как администраторам, так и модераторам вашего сайта. Вот он. Он устанавливается автоматически вместе с Community Builder. Давайте в него зайдем. Здесь мы смотрим первый заголовок, как-то называем его. Позицию модуля выбираем, опубликовано. Этот модуль, он будет показывать на фронтальной части сайта ссылки, которые будут показывать, сколько человек пытаются наладить с вами связь, то есть добавятся друзья, и ссылка на утверждение пользователя на сайте. То есть этот будет модуль для администраторов, для модераторов на сайте. И здесь при тексте, то есть текст, который будет в начале модуля над функциями. То есть любой текст, который вы хотите обозначить сразу после заголовка. И текст внизу. То есть просто напишите что-то и посмотрите. Здесь, в принципе, все стоит как надо. Show это показать. В принципе, можете перевести, например, строки эти на русский и посмотреть, что это значит. То есть я оставляю все показать. Здесь выбираю Elvis Show показать. И здесь тоже. SV плагин интеграцион. То есть интегрироваться с плагином SV. Также ставлю Yes. То есть да. Здесь на страницах выбираем. Я выбираю на всех. И здесь, в принципе, все. Сохранить, закрыть. А, кстати, совсем забыл. Давайте возвращаемся в этот модуль. Этот модуль не должны видеть зарегистрированные пользователи. Доступ. Здесь выбираем Special. Сохранить, закрыть. Идем на сайт, обновляем страницу. Здесь мы не видим. Сейчас как администратор зайду. Как администратор. Вот появился модуль. Я его не переименовал. Вот он, видите, личные сообщения. Ноль. Запросов на связь. Тоже ноль. То есть здесь и личные сообщения будут показаны. Этот модуль можно переместить выше, чтобы он был прям под логином. То есть под модулем входа на сайт. Смотрите, я еще раз повторюсь. Важный момент. По поводу проверки, по поводу тестирования. Как приходят письма. Ваш сайт. То есть если вы сейчас не на рабочем сайте, но вы сделали тестовый сайт и тестируете этот Community Builder. Этот сайт должен находиться в интернете обязательно на хостинге. На локальном хостинге Denver или OpenServer. Отправка писем не происходит. Вы не сможете протестировать. Это первый момент. Второй момент. Еще раз вам покажу вкратце. В общих настройках Joomla. Заходим. Сервер. Эмейла отправителя. Вот эмейл с сайта. Вот здесь обязательно должен стоять эмейл, привязанный к вашему домину. То есть видите, как он выглядит у меня. Название здесь любое, потом собака и идет адрес моего сайта. Любой эмейл, оканчивающийся на Mail или Gmail, там Rambler, Яндекс.ру. Эти эмейлы не прокатят. В связи с ужесточением политики мейловых вот этих компаний. Поэтому это не сработает. То есть обычный ящик, даже не пытайтесь вставить, не будет работать отправка писем. Даже если вы на это забьете, например, то человек не сможет подтвердить даже свою почту при регистрации. Поэтому это обязательно надо сделать. Как это сделать? Есть почта для бизнеса от Mail.ru, бесплатная. Там нужно просто по инструкции действовать и создать ящик такой несложно. И точно такой же ящик можно создать в Google. То есть Google почта. Насчет Яндекса не знаю. Но вот в этих двух конторах можно создать. Значит, есть такая почта у вас есть. привязанная к вашему домену, то можно протестировать. Указывается этот ящик здесь. В принципе, больше его указывать нигде не надо. Хотя, если мы перейдем в Community Builder, зайдем с вами в конфигурацию, зайдем в вкладку регистрация, вот здесь адрес электронной почты не обязательно прописывать. И если вы хотите, чтобы нормально письма приходили, у вас по умолчанию вот здесь будут вот такие поля. Их лучше не трогать. То есть это уже заготовленные письма. Они нормальные. Я читал, то есть на русском языке там приходит не какой-то там плохой перевод, а там нормальный вразумительный текст приходит. Сейчас мы это с вами посмотрим. То есть вот эти строчки лучше не убирать. Пока вы только как бы сами администратор, уведомления, как и модераторам, также и вам будут приходить уведомления, что кто-то там зарегистрировался на сайте. Когда вы назначите модераторов, вы не захотите, чтобы вас, например, беспокоили, и каждый там зарегистрированный пользователь приходил к вам на email. То есть уведомление приходило, что кто-то зарегистрировался. Давайте сейчас у администратора, то есть у нас с вами отключим это уведомление. То есть регистрация прошла, вы не получили уведомления на email, но это будут получать ваши помощники, модераторы. То есть вот переходим в менеджер пользователей. То есть вот он, супер юзер, да? Мы заходим внутрь. И здесь получать электронные письма модератору, мы вот здесь выбираем нет. Сохранить, закрыть. Допустим, у вас есть помощник, человек, с которым вы договорились, и он будет вам помогать, он будет модератором на вашем сайте. Данному модератору, я его просто здесь назвал модератор, чтобы не запутаться, значит, имя пользователя, тест. Смотрите, вот email такой, да? То есть на этот email будет сейчас приходить уведомление, мы будем отпроверять. Надо назначить его модератора. Мы кликаем по логину, по имени, прокручиваем в самый низ, и вот здесь у нас показано, получить электронные письма модератора. И видите, стоит нет, уровень группы не позволяет получать. То есть мы вот здесь вот меняем, у нас здесь есть менеджер. Кликаем менеджер, и нажимаем сохранить. После сохранения, то есть мы поменяли группу, теперь у этого пользователя прав больше. После сохранения, здесь исчезает это сообщение, получить электронные письма модератора, и появляется выбор. Мы ставим да, теперь он будет получать уведомление, вот этот человек. Нажимаем сохранить, закрыть. Я авторизовался на сайте под именем тест, то есть это модератор. Убедимся в том, что мы тоже видим этот модуль. И смотрите, мы пока видим личные сообщения, запросов на связь. Здесь появится еще одна ссылка. То есть наш модератор, он сможет одобрять или отклонять регистрации других пользователей на сайте прямо с фронтальной части сайта, благодаря вот этому модулю, то есть не заходя в админку. То есть если вы не настолько доверяете человеку, чтобы дать ему все данные еще от админки, то это можно назначить прямо здесь. Давайте я нажму выход и попробуем зарегистрироваться как обычный пользователь на сайте. Нажимаю регистрация. Итак, я заполнил все необходимые данные. Обязательно используйте имейлы, те, которые у вас действительно рабочие, к которым у вас есть доступ, если вы хотите проверить работу компонента Community Builder. Значит, я заполнил все поля, нажимаю регистрация, и у нас здесь, значит, обычное сообщение. Запрос на регистрацию успешно отправлен. И тут же я вижу, что приходит сообщение. Смотрите, первое сообщение системное от вашего сайта приходит этому человеку на подтверждение адреса электронной почты. Модератор пока ничего не получает. Это правильно. То есть модератор получит уведомление на одобрение аккаунта только тогда, когда человек подтвердит свой электронный ящик. Потому что много всяких людей, которые могут просто от балды зарегистрироваться на какой-то вымышленный ящик, и чтобы лишний раз модераторов не тревожить. Так что здесь все правильно-то сделано. Переходим на почту. Переходим на почту. Видим, вот, видите, регистрация на сайте. То есть тут все нормально переводится. Можем перейти на сайт. Приветствую вас, Федор 5. То есть, как я и назвался. Видите, написано, как только вы подтвердите свой адрес электронной почты, наши модераторы будут уведомлены и так далее, и так далее. То есть мы кликаем вот на эту ссылку, автоматически сгенерированную, да? Конечно же, здесь будет подставляться адрес вашего сайта. Кликаем на ссылку. Ваш аккаунт теперь активирован. Вы можете войти на сайт. То есть мы можем войти на сайт. А в настройках Community Builder, конечно, можно сделать так, чтобы человек не мог пока войти на сайт. То есть пока не проверит его модератор. Этому же письму, то есть тестовому пользователю, который зарегистрировался, пришло письмо, данные нового пользователя. То есть еще пришло одно письмо с вашими данными. То есть сейчас, в данный момент, регистрация автоматически одобряется. Кому-то это будет нужно, а кому-то будет не нужно. То есть нужно будет, чтобы сначала проходила как бы модерацию. Это в настройках Community Builder настраивается. А смотрите, давайте перейдем в письмо нашего модератора. Я сейчас нахожусь в письме модератора. Новый запрос на регистрацию. То есть вот так вот будет получать письмо ваш помощник. На таком-то сайте зарегистрирован некоторый новый пользователь. То есть письмо пришло. Что делает модератор после этого? А модератор начинает авторизовываться на сайте. И в таком случае, если у нас автоматически одобряется регистрация, то, конечно же, модератор не сможет воздействовать на одобрение аккаунта или блокировки. Видите, здесь ничего нет. Сейчас пройдем в настройки и посмотрим, как сделать так, чтобы модератор все-таки мог из фронтальной части управлять новыми пользователями. Также в менеджере пользователей мы можем наблюдать, что вот у нас Федор 5 зарегистрирован и видим, что у него он включен, подтвержден и одобрен. То есть это один вариант. Я его сейчас сразу удаляю, потому что мы будем еще раз тестировать уже с проверкой модератора. Проходим с вами, значит, в конфигурацию, на вкладку регистрация. У меня стоит административное одобрение. Нет. Видите, я ставил. Ставим да. То есть это уже усложняет регистрацию. Человеку придется ждать, пока модератор его проверит. То есть бывают же разные сайты, где у кого-то есть такая сложная модерация, где там только какие-то топовые люди должны быть зарегистрированы, а всех остальных нужно отсеивать. То есть выбрали да, нажимаем сохранить. И обновляем страницу, я нажимаю выход, нажимаю регистрация и пробуем с вами еще раз зарегистрироваться. Итак, я данные все вписал, нажимаю регистрация, запрос на регистрацию успешно отправлен. Я перехожу в электронный ящик пользователя, который просто пытается зарегистрироваться. Такое же письмо, нажимаю на ссылку активировать электронный ящик и у нас вот здесь меняется текст. Благодарим за подтверждение вашего адреса электронной почты, ваш аккаунт должен быть рассмотрен модератором, результат, который вы получите по электронной почте, то есть позже. Как только человек нажмет на ссылку подтверждение своего электронного ящика, тут же модератору вот так вот приходит письмо, такого вида. На веб-сайте таком-то новый пользователь отправил запрос на регистрацию, то есть человек уже, который знающий, человек, который с вами уже все поговорил, он будет прекрасно знать, что ему делать. То есть вот вы видите, письмо пришло. Дальше ваш модератор идет на сайт и авторизуется. И обратите внимание, что вот в этом модуле появился запрос на одобрение пользователя. Один запрос, то есть один человек. Будет несколько, за короткое время будет показана здесь другая цифра. Ваш модератор кликает по этой ссылке и видит имя такое-то, адрес электронной почты такой-то, дата регистрации. И очень интересно, смотрите, понятно, что если мы сейчас одобрим, придет уведомление, что одобрили, и все нормально. А что, если здесь идет как бы жесткий отбор и по каким-то причинам этого человека хотят как бы отклонить, не дать ему зарегистрироваться на сайте. Смотрите, отклонить, здесь можно писать причину, но я не буду писать, я просто напишу нет. И отклоняем регистрацию, нажимаем на кнопку отклонить. Один пользователь был успешно отклонен. Идем на почту, идем на почту именно пользователя, и ему автоматически приходит письмо. Вашему запросу на регистрацию на веб-сайте с таком-то было отказано по следующей причине. Причины нет. То, что только что я написал. Здесь, конечно, вы пишете сознательную причину, почему вы отклонили регистрацию. Но потом вдруг, если по каким-то причинам вы договорились с администратором, и как можно вручную его вновь одобрить этого пользователя, уже как администратор. То есть мы заходим с вами в менеджер пользователей, здесь вот он появляется, Федор, и написано не включен он, видите, крестик стоит, и не одобрен. То есть мы нажимаем включить, просто кликаем по крестику и включаем одобрен. И опять же приходит письмо для этого пользователя. Добро пожаловать, Федор, ваша регистрация была одобрена нашей администрацией. То есть вот так вот все просто, здесь все четко работает. В принципе, в этом уроке информацию, которую я хотел дать, я рассказал, но сегодня я обратил внимание, что у нас Community Builder обновился, и я вам предлагаю сейчас быстренько показать, как это все дело обновится. То есть у вас вот тоже здесь вот в админке, значит, если перейдете в систему панели управления, вот здесь будет сигнализировать, что имеется версия более новая для Community Builder. Здесь можно изучить подробнее, вас перебросит на сайт разработчика. Если обновить сейчас, если вы не зарегистрировались у них на сайте, качали обновления не у них, а у меня, и кликните на эту кнопку, то у вас, скорее всего, откроется ихний сайт, где нужно будет пройти регистрацию. То есть если вы зарегистрировались там, если вы качали обновление там и авторизованы сейчас там, то обновить сейчас нажмете и во всплывающем окне у вас появится ссылка сразу на закачку обновлений. То есть я это обновление уже скачал, сейчас покажу, как это обновится. Также вот здесь обратите внимание, обновился русский язык. Вот написано здесь Updates. То есть русский язык, значит, какие-то строки там были новые сделаны, то есть что там обновилось, что добавилось, я еще сам пока не знаю, но покажу, как обновиться. Если вы обновляетесь на рабочем сайте, который у вас давно существует, там уже много людей, много работы сделано, то я вам настоятельно рекомендую сделать бэкап сайта перед обновлением. То есть зайти на хостинг или как там вы это делаете. То есть забэкапьте обязательно вашу версию сайта. Итак, для тех людей, кто хочет скачать обновление, не париться с регистрацией на сайте разработчика, это обновление я прилагаю к этому уроку. Ссылка будет в описании к этому видео. Эта ссылка вас перебросит на сайт и там вы скачаете один архив вместе с обновлением и новым файлом русификации. Здесь у нас, смотрите, когда вы скачаете архив, у вас будет один архив. Я его назову распаковать. Специально, чтобы вы не путались. То есть вы скачаете один архив, распакуете его на компьютере, получится два файла. И эти два файла по одиночке нужно установить. Обновляется комьюнити билдер также здесь обычным способом. То есть мы переходим в расширение, установить. И сначала мы перетаскиваем с вами билдер. То есть русификация, вот написано руру, а вот здесь написано билдер, то есть обновление. Просто перетягиваем файл, загрузить и установить. Установка компонента успешно завершена. Ждем, пока у нас покажется такая страница. Теперь действительно обновление произошло. и давайте сделаем еще установку. Вот он, руру, да? Загрузить и установить. Ждем. И у нас русификация также завершена. Можем перейти в панель управления. То есть визуально мы видим, что тут ничего не изменилось. Вот здесь у нас показано сообщение, что сейчас у нас последняя версия. Надеюсь, урок для вас был полезным и понятным. Если это так, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomli, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга Тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент Возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС 3 года на рынке Молодой хостинг это очень важно. Онлайн поддержка на высоте Перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены мощные сервера Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую Итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь сэкономить сэкономить в следующей сервере сэкономить